добрый день вы смотрите открытую студию проект места города тайны подсознания обсудим сегодня и с нами на связи сегодня гипнотерапевт автор аудиопрактик гипнотическими внушениями ольга семерекова добрый день ольга чем отличается сознательный разум от подсознательного сознательный разум это наш рациональный ум который позволяет нам решать логические задачи которые с нами каждый день изо дня в день недели годы всю нашу сознательную жизнь а это то что мы осознаем и понимаем например каждый кто сейчас смотрит этот эфир знает где он находится в чем он одет как его зовут и одновременно с этим протекают бессознательные процессы которые человек не контролирует например это сердцебиение дыхание в целом слаженная работа всего органов организма и также к иррациональным процессам можно отнести внутренний голос интуицию наши страхи наши эмоции наши переживания установки и также формирование мыслей где образуются наши мысли наши мысли образуются в нервных клетках головного мозга нейронах по мнению ученых нейрофизиологов нейроны являются такими же носителями информации как гены в геноме и в ответ на внешний раздражитель например когда человек смотрит какой-то фильм или видит какую-то картинку этот самый нейрон продуцирует мысль но в целом мозг очень сложная структура поэтому нам людям которые не связаны с нейрофизиологией и наукой не так важно знать как где наши мысли продуцируются сколько важно какие мысли мы думаем потому что подсознание это как плодородная почва на которой взращиваются абсолютно любые семена то есть если мы будем сеять семена тревоги беспокойство относительно нас или нашего будущего или какие-то негативные мысли то впоследствии мы заметим что наша жизнь какая-то не такая и вырастает больное хилое некрасивое дерево или растение то есть наша душа и в противовес этому если мы будем сеять семена добра счастья благополучия то впоследствии вырастет крепкое здоровое растение которое будет радует своими плодами дело в том что подсознание не разбирается какая мысль хорошая какая плохая всего того что просто нет таких категорий что хранится в нашем подсознании можно сказать что наше подсознание это огромнейшая база данных в которой хранится весь наш опыт как утверждают ученые с момента нашего зачатия все наши мысли эмоции переживания ситуации абсолютно все хранится в нашем подсознании и даже если человек не помнит какую-то ситуацию и конечно же эмоции которые были связаны с ней то в подсознании все это есть какие неприятные сюрпризы может делать подсознание тем самым ухудшая нашу жизнь как я говорила ранее подсознание это плодородная почва на которой взращиваются абсолютно любые семена поэтому если в прошлом была посеяна какая-то негативная установка или мысль то впоследствии она может серьезно повлиять на человека ухудшить ему жизнь дело в том что подсознание принимает все что мы сто процентов стопроцентно верим неважно хорошее это или плохое для подсознания это истина возьмем такой пример человек хочет переехать в италию и на все сто процентов верит у него есть такая установка что для того чтобы переехать в эту страну нужно идеально знать итальянский язык эту установку например он получил от родителей которые тоже в нее верили и теперь она стала для него истиной к сожалению сейчас дальше разговоров дело не заходит потому что до тех пор пока человек не избавиться от этой установки по-другому он думать не сможет и соответственно свою цель он не исполнит также можно привести еще один пример сейчас очень многие люди думают о том что чтобы много зарабатывать нужно очень много работать пахать по 23 часа в сутки но это тоже установка и которая кроется как раз за их ленью когда они ей прикрываются и говорят что лучше не буду ничего делать все равно ничего не выйдет и проблема в том что человек просто не видит всего спектра решений прикрываясь этой установкой но все спектры весь спектр и все решения есть нашем подсознании таких случаях и с какими запросами стоит обращаться к подсознанию подсознанию следует обращаться в том случае когда рационально вы не смогли решить ситуацию то есть вы перепробовали уже все шаги все варианты опять же те которые вы видели в рамках но к желаемому результату так и не пришли и тогда стоит уже обратиться к подсознанию и спросить какие еще шаги существуют какие есть варианты решения и как вообще можно прийти к той цели которые вы хотите какие вопросы можно задать подсознанию абсолютно любыми единственное что нужно знать это то что как утверждал милтон эриксон основатель эриксоновского гипноза подсознание иметь интеллект семилетнего ребенка то есть запрос должен быть максимально четким понятным и простым как если бы вы объясняли это ребенку если говорить о самом гипнозе а это действительно возможно то самое лучшее время для этого это момент когда вы только-только засыпаете или только-только просыпаетесь как раз в этот момент возникает такое пограничное состояние между сном и бодрствованием которое также используется в сеансах гипноза и самый первый ответ который всплывает это именно тот ответ который дает ваше подсознание он может быть абсолютно нелогичным каким-то странным но ему стоит верить потому что это ответ из подсознания приведите примеры когда нужные ответы уже находятся в нашем подсознании да приведу два примера первый пример это история моей клиентки которая обратилась ко мне с запросом избавиться от вредной привычки она и докучала уже очень долгое время и клиентка предпринимала различные шаги но проблема не решалась и в ходе гипноза она обратилась к своему подсознанию попросила показать еще варианты решения проблемы которые бы все-таки помогли и подсознание показал эти варианты которых клиентка даже не догадывалась что они сработают но они действительно сработали и это удивительно и второй пример приведу своей жизни когда я только забеременела то мне как любому любопытному человеку было интересно знать пол ребенка и я обратилась к своему подсознанию спросила кто там мальчик или девочка и она дала мне моментально ответ что это девочка так она и оказалась вы называете себя проводником в мир подсознания как и с помощью чего этот путь в подсознание происходит да действительно можно сказать что гипнотерапевт это проводник или посредник между клиентом и его подсознанием образно говоря я беру клиента за руку и провожу его по всем этапам помогая ему войти в гипноз проделать внутреннюю работу которая требуется и мягко выйти из гипноза только вместо моей физической руки участвует мой голос который сопровождает клиента и помогает ему на всех этапах также я использую и другие техники остановимся на каждой технике подробнее эриксоновский гипноз в чем суть метода и что с помощью него можно узнать в отличие от медицинского директивного гипноза эриксоновский гипноз гораздо мягче и как говорят сами клиенты зачастую они не понимают где закончилась предварительная беседа а где начался уже непосредственный гипноз в спокойном состоянии в спокойной обстановке человек расслабляется тело его расслабляется замедляется ум успокаивается и открывается дверь в подсознании и уже как терапевт я установив контакт с подсознанием могу делать внушение и закладывать те установки о которых клиент просил в предварительной беседе в целом с помощью гипноза можно проработать очень глубокие состояния и проработать травматический опыт в прошлом какие-то детские травмы также мои коллеги работают с онкологическими больными то есть это очень и очень сильный инструмент NLP в чем принципиальное отличие этого метода и что можно с помощью него выявить? NLP или нейролингвистическое программирование это направление которое появилось позже эриксоновского гипноза дело в том что Джон Гриндер и Ричард Бендлер основоположники NLP являлись учениками Милтона Эриксона и они подзаимствовали некоторые элементы которые можно использовать в состоянии активного сознания также с помощью NLP можно на сессии выявить ограничивающие убеждения и установки модели поведения которые клиенту мешают в ситуации которые не приводят его к цели все это происходит в предварительной беседе коучинг в каком случае рекомендуете применять именно этот инструмент? коучинг это достижение определенной цели для которой требуется прописать шаги на сеансе коуч он же тренер и клиент прописывают схему шагов по которым будет двигаться клиент чтобы достичь своей цели также коуч задает клиенту разнообразные вопросы которые помогают лучше увидеть ситуацию посмотреть на нее с разных сторон и возможно увидеть те моменты которые клиент до этого не видел в целом коучинг проводится в состоянии активного сознания но некоторые вопросы могут вводить в транс в своей работе я действительно использую методы из разных областей поскольку они позволяют гораздо глубже и более детально проработать проблему с разных сторон и на своем опыте я убедилась что это действительно так и помогает достичь очень хороших результатов в короткие сроки насколько все эти методы безопасны? нельзя сказать безопасны или опасны эти методы сами по себе они не хороши и не плохи важно то в чьих руках они находятся например можем привести пример хирурга который производит очень серьезные операции с помощью скальпеля но тот же скальпель может быть орудием преступления в руках бандита поэтому очень важно в каких руках находятся эти инструменты и если они используются для терапии то безусловно они не то что безопасны они полезны честно скажу у меня у самой были предрассудки относительно NLP ровно до тех пор пока я не увидела насколько это сильный инструмент насколько он может здорово работать в сочетании с тем же гипнозом и как он меняет жизни людей как через гипноз вы выходите на корень проблемы? клиент может попросить подсознание показать ему самый первый момент возникновения проблемы то есть триггер после которого возникла эта проблема например ко мне обратилась клиентка у которой был очень тихий голос она при этом хотела петь и хотела проявляться в этом мире жить полноценной жизнью и в ходе сессии она попросила свое подсознание показать ей этот самый первый момент и увидела ситуацию в музыкальной школе когда как ей казалось все вокруг смеются из-за ее голоса из-за того как она поет и тогда клиентка этот ребенок приняла решение больше не выражаться больше не проявляться и вообще зажала свои связки что интересно клиентка до этого думала что ситуация причина вернее в другой ситуации но подсознание показало ей именно тот момент а как я уже говорила подсознание никогда не обманывает и нужно доверять именно тому что она показывает и впоследствии когда мы проработали этот опыт эту ситуацию то у клиентки раскрылся голос она зазвучала и я очень рада наблюдать ее результаты сейчас поделитесь примерами из практики как и чем может помочь гипнотерапия гипнотерапия может помочь в очень разных состояниях начиная с наполнения ресурсом когда человеку необходимо успокоиться или добавить бодрости или еще что-то и заканчивая очень глубокими состояниями о которых я говорила до этого это травматический опыт детские травмы в целом с помощью гипноза можно перезаписать историю то есть перезаписать те негативные моменты те ситуации которые например сейчас всплывают в памяти и мешают жить в общем то большой перечень проблем и ситуации с которыми может помочь гипноз описан на моей страничке можно там ознакомиться вы предлагаете аудиопрактики в которых есть гипнотические внушения расскажите о них подробнее что из себя представляют кому и чем могут помочь аудиопрактики это записи моим голосом в аудио формате человек получивший аудиопрактику может прослушивать ее в любое удобное для него время главное только чтобы ему никто не мешал чтобы он мог уединиться успокоиться расслабиться и точно так же как во время гипнотической сессии человек расслабляется его тело успокаивается ум замедляется и его подсознание готово принимать установки в соответствии с темой аудиопрактики сейчас на моей страничке представлены три темы это крепкое здоровье финансы и творчество и реализация также есть в открытом доступе практика на глубокое расслабление она очень хорошо помогает для того чтобы успокоиться после работы расслабиться и возможно поспать как говорят мои клиенты очень хорошо спится после этого то я рекомендую эти аудиопрактики тем кто хочет что-то улучшить в этих сферах и приблизиться к своим целям также я предлагаю аудиопрактики на заказ то есть вы можете описать свой запрос который отличается от этих тем и я создам аудиопрактику конкретно под ваш запрос с каким спектром вопросов к вам обращаются чаще всего спектр вопросов довольно таки широкий но последнее время клиенты обращаются с просьбой избавить их от груза прошлого они понимают насколько прошлое влияет насколько сильное влияние оно оказывает на настоящее и на будущее в прошлом заложен очень большой потенциал очень большой заряд энергии которую можно было бы использовать для каких-то своих целей и когда человек постоянно думает о какой-то ситуации особенно если она негативная которая произошла в прошлом то у него отбирается энергия он чувствует себя слабее хуже может часто болеть и напротив когда человек избавляется от этого груза то он становится легче радостнее может воплощать свои идеи свои цели и это конечно большой плюс эффективен ли онлайн формат работы да такой формат эффективен и обучение риксоновскому гипнозу в общем-то я проходила тоже онлайн в силу того что уже началась пандемия и уже тогда я на своем опыте осознала прочувствовала насколько сильный это инструмент и абсолютно не важно на расстоянии вытянутой руки находится клиент или же где-то очень далеко на другом конце земного шара гипноз работает работает сколько времени в среднем потребуется для решения проблемы и через какое время можно увидеть первое положительное изменение это на самом деле очень все индивидуально зависит еще от того насколько глубоко клиент хочет идти и если мы просто снимаем симптом верхушку то достаточно одной сессии но если клиент хочет глубоко проработать проблему если хочет вычистить все из подсознания то требуется больше одной сессии возможно даже больше двух но опять же это зависит от проблемы и я всегда даю где-то неделю между сессиями поскольку клиенту нужно привыкнуть к новым изменениям а они происходят поскольку закладываются новые убеждения новые установки соответственно клиент уже как-то по-другому действует и получать другие результаты к этому тоже нужно привыкнуть и как я говорю не так сложно избавиться от проблемы сколько начать жить по-другому и это бывает некоторым сложно а результаты можно увидеть уже ну опять же в зависимости от психики у кого-то на следующий день у кого-то через неделю бывает отсроченный эффект через месяц там такая длительная распаковка происходит все индивидуально как начать с вами работать можно написать мне в директ инстаграм или в те мессенджеры которые здесь указаны описать кратенько свой запрос и этого будет достаточно для начала ваши напутствия я хотела бы всем пожелать более бережного к себе отношения как вы поняли из нашего эфира наши мысли и наши слова которые мы говорим каждый день очень важны для нашего подсознания для нашего настоящего нашего будущего и в первую очередь для нас самих поэтому старайтесь отслеживать эти мысли и взращивать на почве своего подсознания только здоровые семена счастья любви радости благополучия и тогда спустя какое-то время вы непременно заметите что вы живете именно той жизнью о которой вы мечтали которую вы давно хотели и также я рекомендую вам пропалывать сорняки в виде негативных установок и убеждений снимать игру с прошлого я во всем вам это могу помочь обращайтесь спасибо Ольга о тайных подсознания говорили мы сегодня с нами на связи была гипнотерапевт автор аудиопрактик с гипнотическими внушениями Ольга Семерикова если у вас есть личный запрос к нашему эксперту вы можете его задать перейдя по ссылкам в описании желаю всего доброго и до новых встреч